Привет, друзья! Вы попали на канал Простые Технологии. И снова поговорим про носимую электронику. На этот раз речь пойдет об Amazfit Bip U. Это последнее обновление легендарных бипов. Серия их включает уже несколько моделей. Собственно, и оригинальные бипы до сих пор можно купить. Но эта версия самая свежая, оснащенная полноценным цветным экраном. Правда, экран этот, к сожалению, не AMOLED. Ну, что поделаешь, все-таки цена у них не великая. Осталось примерно на том же уровне, что и у оригинальных бипов. С оригинальными бипами мы, разумеется, тоже их сравним. А сейчас посмотрим, что идет в комплекте поставки. Сопроводительная документация. Это у нас сами часы. И, конечно, зарядное устройство. Площадка под зарядку выглядит вот так. И, по первым впечатлениям, это немного не то, что мы имели для классических бипов. Да, классические бипы здесь подзарядить не получится. Опять вопрос к совместимости электроники, которую делает Amazfit. Вернее, зарядок. А Amazfit любит под каждую модель придумывать собственный разъем. Ну что, давайте их сразу включим и попробуем законнектить с приложением ZEP. Это фирменное приложение для всех девайсов Amazfit. Я его уже показывал неоднократно. Часы уже, кстати, включены. И они выдают вот такой вот QR-код. Вот что интересно, ну, по первым впечатлениям, экран, несмотря на то, что тут заявлено то ли TN, то ли IPS-матрица, смотрится очень достойно. Наводим на часы телефон с QR-кодом. Что-то у нас зазвенело и процесс пошел. Ну вот, собственно, и все. Ну, давайте тогда посмотрим, что из себя Amazfit BPU представляют в реальном использовании. И главный вопрос для тех, кто вроде меня до сих пор пользуется первыми BIP-ами. Как новый экран смотрится на фоне того самого трансрефлективного? Однозначно ответить на него я не смогу. Amazfit удалось сделать очень достойный дисплей, хотя формально он и относится к LCD. Но у него черный цвет очень глубокий. Вот обратите внимание, как камера это передает. Дисплей у нас не во всю площадь экрана, а черный здесь очень и очень хорош. К слову, здесь есть вот быстрое меню настроек, такое же, как у всех старших моделей Amazfit. И здесь можно регулировать яркость дисплея. То есть вот на максимуме она будет смотреться вот так. Впрочем, никакого Always-On-Display тут нет и в помине. Ну, оно и понятно, технология все-таки LCD-шная. Конечно, какое-то подобие Always-On-Display могли бы сделать, но тогда бы чисты бы у нас жили бы совсем и совсем недолго. С BIP-U, конечно, придется забыть об изображении, которое всегда есть на экране у обычных BIP-ов. Впрочем, говоря на чистоту, стоит включить подсветку дисплея обычных BIP-ов и, сами видите, все их очарование куда-то пропадает. Есть одна особенность, на которую в наших северных странах, в Amazfit BIP-U, нужно обратить внимание покупателю. Это то, как новый экран при минусовых температурах начинает подлагивать, падает скорость отлика и картинка становится заторможенной. В общем-то, и первые BIP-ы к такому были склонны, но они и при теплении слишком расторопно работают. А здесь же, в нормальных условиях, интерфейс не лагает от слова совсем, он гладкий и плавный. Может быть, в Amazfit, конечно, это и пофиксит с новыми прошивками. Хотелось бы в это верить. Экран новинки прикрыт стеклом Gorilla Glass 5-го поколения. И за все время, что я их носил, у меня не появилось ни одного скола, ни одной царапинки. Это радует. Но, если вы все-таки решитесь на долговременную эксплуатацию, мой вам совет. Колхозьте какую-нибудь пленку. Вот под первые BIP-ы я покупал специальную пленку. Здесь вот она не очень хорошо легла в свое время, но до сих пор держится и сберегла экран BIP-ов от... Хочется верить даже и от разбития. Но, если вы к таким мелочам не очень восприимчивы, и вам, в общем-то, все равно, какие будут царапины и какие будут сколы, то не заморачивайтесь. Ладно, и так сойдет. Вообще, заканчивая с экраном, хочу сказать, что в новых BIP-ах ощущается очень серьезный прогресс по части экрана. Во-первых, он стал больше. Это 1,43 дюйма. Во-вторых, разрешение. Здесь у нас 176 на 176. Здесь же у нас уже где-то 300 на 300. По-моему, 320 на 320 пикселей. Плюс, к тому же, многих пользователей BIP-а раздражало, что экран у него имеет прямые углы. И при включенной подсветке это выглядело немножко олеповато. Здесь же у нас углы совершенно сглаженные, круглые. И это при том, при всем, что ни по габаритам, ни по весу. Новые часы совершенно не отличаются от предшественника. Кстати, серьезное программное отличие новых BIP-ов от старых заключается в том, что в них пока нет кастомных циферблатов. То есть, они есть. Только те, что дает нам производитель в приложении ZEP. Их где-то 50 штук, что, в общем и целом, не очень-то и много. Но главная проблема даже не в этом. Их русская локализация оставляет желать лучшего. То есть, вот на этой шкурке у нас будет не воскресенье, а сандэй. При том, что сами часы работают на русском языке. А вообще, алды вспомнят, что на первые BIP-ы, буквально сразу с их выходом, можно было рисовать свои циферблаты, коими был наполнен интернет, ну, доверху. Разумеется, BIP-U, или как называется их китайская версия BIP-OP, умеет показывать всевозможные уведомления. С глюками я не встречался. Что с Android, что с iPhone, уведомления приходят как надо, без всяких задержек. Единственное, что если у вас телефон на Android, вот, например, на MIUI, приложению ZEP нужно дать расширенную команду на энергосбережение, чтобы система сама его не выгружала. Знаю, что многим важна функция отправки SMS прямо с часов. Разумеется, полноценной такой функции тут нет. Но есть одна очень интересная опция, которая есть в приложении ZEP. Оно может само создавать шаблоны. Есть тут предустановленные управления, вот, называется, управление ответами в SMS-сообщениях. Предустановленных три штуки можно создавать свои. И редактировать уже созданные. То есть, выглядеть это будет у нас примерно так. Свайпаем вверх. И просто выбираем нужный шаблон. Ну, такой, знаете, интересный костыль. Есть в BPU очень забавный момент, на который стоит обратить внимание, если вы хотите получить максимальную точность подсчета шагов. По умолчанию в приложении ZEP, если зайти в настройки часов и выбрать пункт «Способ ношения», у нас выбрано почему-то правое запястье. Как известно, большинство из нас правши, и правши носят часы на левом запястье. Так что обращайте внимание, если вы, конечно, правша, что это нужно переключить в приложении. В Amazfit, за что спасибо от пользователей первого BIP, решили оставить точно такую же систему крепежа ремешков, что и на предшественнике. При той же ширине браслета в 20 миллиметров. Это удобная штука, которая скидывается буквально за секунды. Стоит только поддеть ногтем. Но осталась и старая проблема такого крепежа. За время ношения в отверстие набивается грязь, и его периодически нужно чистить. Хотя тут осталась и водонепроницаемость 50 метров, а значит, часики можно и с мылом под струей, под такой хорошей струей воды, помыть. Только я вас прошу, не ходите в этих часах в сауну. Со старыми BIP'ами многие на этом погорели, получив отклеившуюся переднюю панель. От браслетов Amazfit Xiaomi BIP'у досталось две, как мне кажется, прекрасные функции. Это переключение треков и управление спуском камеры. С последней примерно все то же самое. Нам нужно запустить камеру на самом смартфоне. Притом любую камеру. Вот я запущу Google камеру. Перейти в настройки, выбрать пункт удаленная фотосъемка. И здесь мы, как и на простых браслетах, не получаем предпросмотр того, что мы видим на самом смартфоне. Здесь у нас появляется только кнопка, на которую мы нажимаем, и съемка произошла. А вот управление плеером, благодаря гораздо большему экрану, стало намного удобнее и информативнее. Здесь мы можем управлять паузой и воспроизведением, либо переключать треки. И самое главное, у нас появилась возможность регулировать громкость самих часов. Многозадачности на новых BIP'ах как не было, так и нет. В практическом смысле это означает, что если нам нужно запустить секундомер, то точно так же, как и на старых BIP'ах, он работает вот на одном экране. Свернуть его не получится. Но здесь есть очень серьезное отличие от BIP'ов классических, на которых, запуская секундомер, мы не видели текущего времени. И это действительно было неудобно. Что интересно, в BIP'U есть возможность регулировать силу вибрации. Здесь есть три градации. Низкая, средняя и высокая. Но, честно говоря, вибромоторчик по ощущениям все тот же, что и на первых BIP'ах. Он хоть и ощутимо работает, но сама вибрация не очень приятная и напоминает таковую на кнопочных телефонах из нулевых. К довольно точному пульсометру тут добавился пульсоксиметр. Вообще, эта штука стала негласным стандартом в фитнес-браслетах и умных часах в 2020 году. Оно и понятно, почему. К пульсометру вопросов нет. Как и во всех последних устройствах от Amazfit'а, он работает очень и очень корректно. И у воздуха он замерять, как видите, сердцебиение не станет. По умолчанию пульсометр настроен на постоянное отслеживание сердцебиения. Раз в минуту. Но если хотите поэкономить заряд, то эту функцию можно отключить в самом ZEP'е и поставить, например, вручную. А вот пульсоксиметр, который, напомню, замеряет насыщенность крови кислородом, штука пока очень своеобразная. Во-первых, процесс не быстрый. Часы задумываются иногда на минуты. Во-вторых, об этом я подробно рассказывал в обзоре Amazfit Band 5, где установлен точно такой же датчик. Его точность не очень высокая. Часы могут выдать как 96% насыщения крови кислородом, так и 89% с интервалом в несколько минут. А разница в 7% с кислородом очень серьезная. Так что не относитесь к пульсоксиметру как к медицинскому прибору. Вообще, BPU это довольно серьезное решение, если вы хотите заниматься с его помощью фитнесом. Сюда заложены десятки программ для спорта, в том числе и для плавания. Но есть одно большое но. Своего GPS в часах нет, его приготовили для версии Pro. Поэтому, чтобы писать трек, например, при пробежке, придется подрубаться к смартфону. Иначе никак. В плане автономности, конечно, BPU и в подметке не годится классическим BIP. Последние у меня даже с двухлетней батарейкой спокойно работают по 40 дней на одной зарядке. Но если отвлечься от славного предка, BPU показывает прекрасные результаты на фоне конкурентов. И даже многие умные часы по цене в 6 раз больше он заткнет за пояс. У меня получилось выжать из них примерно 10 дней автономной работы, когда были включены оповещения от мессенджеров, автовключение по поднятию руки и мониторинг пульса. Постоянные, раз в минуту. А можно попробовать и на 2 недели замахнуться. Удобство добавляет и магнитная зарядка. Вот она в сравнении с зарядкой от первых BIP. И если на первых BIP приходилось их с ощутимым усилием часы вставлять в этот кредл, то здесь просто подносим и все само магнит. Заряжаются часы от 0 до 100% примерно за 2 часа. Ну, конечно, хотелось бы видеть здесь беспроводную зарядку, но вряд ли она доберется на недорогую носимую электронику в ближайшие 2-3 года. Итак, новый BIP-U можно купить в официальном магазине Amazfit на Али всего за 4500 рублей. Это безо всяких там акций и купонов. Что интересно, BIP-S, который является чуть-чуть обновленной версией вот этих классических BIP-ов, предлагается сейчас даже дороже. Примерно за 5500 рублей. Но есть даже предложение и по 6000 рублей. Есть еще версия BIP-U Pro, которая буквально недавно вышла на рынок. Чуть позже, чем вот этот U. Там уже есть GPS, геомагнитный датчик и микрофон. Последний, правда, для нас будет совершенно бесполезен. Он создан только для работы с голосовым ассистентом Amazon Alexa. Модель стоит подороже обычных U. BIP-U это очень прокачанный фитнес-браслет, который имеет фишки от старших часов Amazfit. Может ли он считаться актуальной заменой классическим BIP-ам? В общем-то да, если вас не смущает меньшая автономность. Почему бы и нет, можно брать. Жду вопросов по Amazfit BIP в комментариях, лайка и, конечно, подписки. Пока-пока.